Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Родское имущество мало и 70 лотов на 300 с лишним миллионов за полгода продали 16 на 20 миллионов рублей. Усиление программы приватизации именно другим видом имущества, который востребован, возможно, будет среди другого потенциального покупателя. Немалый бизнес, который смотрит сегодня на подвальные цокольные этажи и пытается закрепить свой бизнес. Поиск потенциального инвестора объясняется и таким подходом программы приватизации. Депутаты также поинтересовались, почему именно на последнее заседание созыва Думы был вынесен такой важный вопрос. Поломских объяснила это плановой особенностью преобразования предприятий. Они у нас к маю месяцу все были преобразованы в хозяйственное общество. Они ждут вложений в себя. Мы-то не можем как бюджет вкладываться в развитие предприятия. Например, гостиница «Губернская». Объект основной, на котором она располагается, это объект культурного наследия, требующий больших вложений в свой ремонт. Побыток уже предприятиям получен, потому что он конкуренцию не выдерживает. Пока были у нас украинские беженцы, они закрывали эту нишу. Сейчас она не настолько актуальна. Депутаты в итоге одобрили приватизацию городских предприятий. Первые уже в этом году хотят продать гостиницу. За нее город рассчитывает получить 40 миллионов рублей. Правда, цифра не окончательная. Стоимость, по которой губернскую выставят на торги, рассчитает независимый оценщик. Программа «Эхономика». Мошенники украли у Сбербанка 70 миллионов рублей. Двоих кировчан осудили за мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой. По данным прокуратуры Первомайского района, организатор преступления решил брать кредиты в банке от имени подконтрольных ему неплатежеспособных организаций. Соучастницей по делу проходит женщина с опытом в сфере банковского кредитования юрлиц. Деньги обналичивались и распределялись между участниками организованной группы. В общей сложности было похищено почти 70 миллионов. Подсудимые свою вину не признали. Суд назначил организатору 6 лет лишения свободы, его подельнице 5 и 10 месяцев. «Эхономика» на 101 ФМ. Часть имущества «Абсолют Агро» купили инвесторы из других регионов. Состоялись уже третий по счету торги по продаже имущества холдинга «Банкрота». Продать удалось радиостанцию. Покупатель из Рязани заплатил 293 тысячи рублей за нее. Жительница села Каренко купила здание столовой в этом населенном пункте, а также здание магазина и столовой в селе Филиппова, земельные участки, под ними часть оборудования. Оборудование и сооружение выкупили представители также Кирова, Кирово-Чапецка и Таганрога. Основной лот – имущественный комплекс. Агропредприятие продать не удалось. За него просят почти 900 миллионов. В завершении валютах доллар на сегодня – 29,91 евро, 69,68. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове.